Этот хлопок означает, что программа началась. Что это значит для вас, дорогие зрители? Это значит, что впереди вас ожидает 20, а может и больше, минут, которые перевернут ваше сознание хотя бы по одной причине. Потому что наш сегодняшний гость носит имя Влад. Привет. Привет, Никит. Как дела? Да супер. Я родился и вырос в Нижнем Новгороде. Здесь, в принципе, пригодился. Сильно? Сколько тебе лет? Мне 22, вот прям пару дней назад исполнилось. Поздравляю. Спасибо. Мне тоже. Мне 22 исполнилось. Давай чуть. Я так понимаю, если ты на этой программе, значит, ты ребенок верующих родителей. Да, я ДВР. Даже отчасти можно меня к ДСП приписать. Серьезно. Но я не клишированный представитель ДВР ни в коем случае. Я не активно служу в церкви. Я не веду домашнюю группу. Но я служу по-другому этому миру. Можно несколько подробнее об этом? Несколько подробнее. Все заключается в том, что я вижу себя как служение людям по большей части. То есть конкретика. Я с удовольствием помогаю людям в церкви, в том, в чем могу помочь, согласно своей профессиональной деятельности, еще как-то. Помогаю людям в миру, общаясь с ними, проводя с ними время. Но без греха, само собой. Я и служу в церкви тоже, само собой. Но я не такой активный ДВР, как, допустим, другие мои представители. Нарисы наши программы? Конечно. Смотрю все выпуски, Никита. Да? Особенно из нижнего. Что бы ты изменил в нашей программе? Вот так. Хотелось бы разнообразить рубрики, возможно, разнообразить именно вопросы гостям с точки зрения, допустим, поменьше религиозных вещей сюда приплетать. То есть какие-то бытовые ситуации, как люди верующие себя в них ведут, как неверующие, чем вообще отличаются верующие люди от неверующих. Вот, наверное, в такой стилистике. Давай попробуем эту программу задать тон всем остальным будущим программам. Давай, конечно. Возьму твои вопросики. Ну, давай, ну, может, ты прям, вот, ты направляешь, ты так и веди. Какие бытовые, может быть, ситуации отличают верующих от неверующих? Вообще здесь важно поставить такой философский вопрос, что вообще для тебя христианин, почему ты себя олицетворяешь с христианством, почему ты им являешься. И проводя каждый день своей жизни, ты должен понимать, какие вещи тебя отличают от этого мира, допустим. Какие-то наоборот, потому что люди, даже верующие в большинстве своем, могут совершать вещи, которые, например, мирские даже не совершают. Я не говорю не про греховные вещи, например, а про какие-то бытовые ситуации, например, наорать на кого-то, еще что-то. Ну, это у тебя в нормальной практике, да? Да, конечно, каждый день практикую. Суть не в этом, суть вообще в некоторых фундаментальных вещах к отношению к жизни, к вопросам зрелости в некоторых вопросах, потому что, например, есть такие моменты, как можно ли там целоваться до свадьбы. Это такой бред, я считаю, для верующих людей. Потому что это вопросы незрелого христианина. Зрелое христианство, оно само отвечает тебе на все вопросы. Если у тебя есть личное отношение с Богом, а для меня это ключевой показатель христианства человека, то у тебя вопросы, они вообще не стоят вопросы греха и прочего. Вопросы твоего поведения в повседневной жизни, да, они более актуальны, потому что ты сталкиваешься с миром каждый день. И ключевая позиция христианина в том, что ты должен нести свет этому миру. То есть, если, допустим, ты ходишь по клубам, еще что-то делаешь, то это не поднимает тебя в глаза христианина, а наоборот, у людей рождает большее количество вопросов, почему ты христианин, поступаешь так или иначе. Поэтому я считаю, что миссия нас, как христиан, бороться с проявлением своей человеческой плоти каждый день и проводить параллель с Иисусом каждый день, как бы он поступил. Классно, супер. А твои отношения с Богом? Как ты их опишешь? Мои отношения с Богом? Ну, наверное, пойду от противного. Господь не является для меня решателем моих проблем. Господь для меня, прежде всего, это некий, как отец. То есть, я могу к нему прийти с любым вопросом, не в плане его решить, а помочь, возможно, морально что-то пройти. Возможно. Главная вещь, за которую я сетую в моих отношениях с Господом, это чтобы Он дал мне мудрости, больше мудрости, как, например, Давиду в свое время. Поэтому для меня отношения с Богом – это такие некие личностные, неповерхностные. Но при этом я не могу сказать того, что я прям активно веду их, каждый день читаю Библию, набожные религиозники и прочее. Нет. Ты видишь людей, которые проводят с Богом каждый день, читают Библию, набожные религиозники? Нет, не считаю, но иногда это выглядит как фарисейство. Например, человек грешит на пропалую каждый день, при этом он набожный в церкви, везде прям практически. То есть, хождение в церковь – это вообще не показатель твоей веры. Как таковой. Что ты видишь основными показателями веры, ну, для тебя? Я уже говорил, что это твои личностные взаимоотношения с Господом. То есть, знаешь ли ты его лично, готов ли ты каяться в своих грехах, признаешь ли ты, что где-то ты неправ, где-то еще что-то. Говорит ли тебе Господь? Вот, наверное, такие штуки. Давай о тебе чуть-чуть поговорим. Какими ты видишь идеальные отношения? Именно взаимоотношения с девушкой. С Богом? С девушкой. Прежде всего, отношения должны быть зрелые. Я считаю то, что не круто заводить какие-то отношения в подростковом возрасте, потому что так или иначе они либо распадутся, либо вы вырастете и поймете, что друг другу не нужны. Отношения должны строиться со зрелым человеком, но прежде всего ты должен сам стать зрелым. Второй ключевой аспект – ты должен всегда быть готов меняться. То есть, если ты не готов в каких-то вещах измениться, которые могут не нравиться другому человеку, то лучше, наверное, отношения и не начинать. Ну и любовь, само собой. Что для тебя любовь? Вопрос такой достаточно философский, потому что ответить на него можно по-разному. Прежде всего, надо понять, что для тебя любовь как язык, то есть, как ты его проявляешь. Да. Говоря про меня, наверное. Какие у тебя языки любви? Скорее всего, это провождение времени с человеком, оказывание ему внимания некоторого, то есть, в виде подарков, возможно, каких-то, в виде помощи человеку. Вот для меня это проявление любви. То, что человек всегда готов как бы помочь тебе в любой ситуации. Именно для этого Господь изначально создал Адама и Еву, чтобы Адам нехорошо было ему одному. То есть, жена дополняла его, поэтому девушка должна быть дополнением мужчины в плане того, чтобы оказывать ему внимание, помогать как-то. И также мужчине, соответственно. Что мешает тебе быть с Богом каждый день? Наверное, рутина дневная. Как у любого из нас, у меня есть куча мирской работы, куча каких-то дел, не относящихся к церкви. Поэтому рутина, наверное, убивает отношения с Господом, потому что бывает, приходишь домой под вечер, тебе не охота не молиться, не читать Библию. А чем ты занимаешься, если не секрет? Вот как-то помимо осложения. Да слушай, что только не делаю. В основном это видеопродакшн, онлайн-трансляции, также занимаемся созданием сайтов, рекламой. Сейчас уже мысль в какую-то студию свою переформатировать. Хороший день. Что тебе помогает? Вот нас задавали такой вопрос, но я решил задать тебе. Что тебе помогает все эти годы оставаться все равно христианином? Смотри, во-первых, я не все годы был далеко христианином. Так же, как и у любого, наверное, ДВР был подростковый период, где ты лично решаешь, нужны ли тебе дальнейшие отношения с Богом или нет. А помогает, да много вещей помогает. Когда ты просто зрелый во Христе, ты проводишь время с Господом, в молитве и прочее. В принципе, у тебя этот вопрос даже не стоит. Интересная штука, мы замутили недавно с ребятами из церкви. После одной из ночных молитв вечерних мы собрались, поняли, что у нас там 10 человек нас примерно было, у нас проблема с молитвенной жизнью. Мы пришли к такому выводу, что надо как-то организоваться, чтобы... Потому что Библия говорит о том, что ты должен признаваться перед братьями в своих прегрешениях. То есть мы признались друг к другу. Да, чтобы исцелиться. И решили этот вопрос так. Мы создали чат, где каждый день просто мы должны проводить личное время в молитве с Господом. То есть не считая там всяких молодежных молитв и прочих. То есть ты прям приходишь в свою тайную комнату, садишься, проводишь с ним время. И исходя из этого, то есть это тоже отчасти помогает мне быть со Христом каждый день. Это сильно, это хорошее... Ребят, возьми себе на заметку на самом деле. Да, мы сейчас хотим проект денежный организовать. Pray Every Day будет называться. Как? Pray Every Day. Вот прям со дня на день запустим. Хорошая тема. А в чем суть? Суть в том, что ты должен молиться каждый день и отмечать это. Если ты не отмечаешь, твоя карта списывается 1 доллар. Маловато. Молись или плати. Что есть грех? Это один из первых вопросов. Вопрос очень философский и можно как объективно, так и субъективно на него ответить. Отвечу со своей позиции, как я это вижу. Грех – это то, что ты сам себе устанавливаешь. Само собой, есть некоторые заповеди, которые Библия установила. Всего в Библии, как бы, в полной версии Библии расширены в районе 600 заповедей, которые 613, как мне подсказывают, заповеди, которые установил Господь для управления. И ключевые 12 заповедей. Есть еще такой вид, как две основные заповеди Библии Господь Бога и Люби людей также. Поэтому грех, прежде всего, будет, наверное, против этих заповедей. Второе – это уже то, что ты лично для себя устанавливаешь. То есть, допустим, есть тема алкоголя, тема прочего. Но я в этих моментах радикальный, поэтому для меня, допустим, это грех. Если для кого-то это не грех, без проблем, я уважаю эту позицию. Но она мне не близко. Не пьешь, не куришь, в общем? Я не пью, не курю, никогда не трогаю. Что касается слов, как ты относишься к словам? Мат, может, отзывать кого-нибудь? Ну, сам я не матерюсь, конечно, а к мату спокойно отношусь. То есть, я же понимаю, что… Ну, не в церкви, само собой, так как много тоже сталкиваюсь с мирскими людьми, поэтому спокойно отношусь. Просто через мат даже можно проповедовать. Смотри как. Люди обращают внимание на то, что ты не материшься в повседневной жизни. И спрашивают, почему. И у меня в школе часто такое было. То есть, все матерятся, а я наоборот нет. Поэтому это один из методов проповеди людям. Хороший идем. Еще один вопрос. Как друг друга… Как друг друга люди узнают на небесах? Честно, мне вообще без разницы. Потому что на небесах нам будет настолько хорошо, как нам заповедал Бог, что нам будет точно не до таких вопросов. Логично. Давай окунемся в твою семью. Я знаю, у тебя есть брат. Как вас воспитывали родители? Что это было? Да, смотри, у меня есть два брата. Оба младших, я в семье старший. Я родился во времена, когда мои родители стояли у истоков церкви. Были одними из пасторов. Ну, и они сейчас остаются. Просто они с Павлом Рындичем, с прочими организовали эту церковь. Поэтому были такие времена, что нельзя было смотреть, допустим, Гарри Поттера. Прямо Павел Рындич запрещал «Человека-паука». Поэтому я посмотрел «Гарри Поттера» первый раз лет, наверное, в 18. Тогда были достаточно радикально все. Сейчас, конечно, уже лояльно относятся. И это видно в воспитании. И это видно в воспитании как меня, так и моих братьев. Потому что мне какие-то вещи не были дозволены тогда, что сейчас, например, моему самому младшему брату всегда дозволено. То есть у него есть... Например, он не вылезает из гаджетов. То есть постоянно смотрит YouTube, там, видео, летсплеи, всякие прочие. Мне это не было дозволено абсолютно. Вот. Много свободы дается. То есть если раньше прям наказывали пароли розгами. Сейчас, конечно, этого нет. У нас общество более толерантное становится с каждым годом. И это как хорошо, так и плохо. То есть у детей становится свобода выбора активно. Но, честно, я немножко сторонник радикальной позиции в этом плане. То, что все равно воспитывать детей так или иначе надо. Не нужно отдавать это на произвол судьбы. И есть некоторые принципы, которыми я хочу воспитывать своих детей. Давай сразу их назовем. Давай, первое. Ты всегда уделяешь время своим детям. Это очень важно. Потому что когда ты не уделяешь время своим детям, что-то другое. Этот мир, дьявол, уделяет им время. Второе. Это дети обязательно должны воспитываться в любви. То есть ты должен показывать им пример прежде всего. Потому что ты должен нести своим детям пример. Если ты будешь им говорить, я тебя люблю, и орать на них через каждые пять минут, то это не будет олицетворением твоей любви для них, допустим. Да, и в целом это, наверное, все. В принципе, как Библия говорит, не раздражайте, а дети повинуйтесь. А детям какой ты дашь совет? Вот, может, даже на камеру прям. Дети, не смотрите, пожалуйста, видеоблогеров. Смотрите умных людей. Например, вот передачу Никиты можете смотреть. А еще лучше слушайте своих родителей. Ну и умных людей тоже. Слушайте своих родителей. Хорошо. Запоминаешься нехристианский поступок. Нехристианский что в плане? Это грех или... Ну, вот это вообще вопросы такие субъективные. Ты его понимаешь, как хочешь. Да... И отвечаешь, как тебе выгодно. Я, наверное, каждый день какие-то нехристианские поступки делаю, и поэтому не могу быть примером для других людей. Могу наорать на кого-нибудь, на дороге поругаться. Если брать какие-то греховные вещи, я, само собой, там ничего не употреблял, никогда не курил, не пил. Были какие-то моменты, то есть там греховные соблазны, типа там воровства фишек в школе. Помнишь, такие круленькие были раньше? Ну, вот что-нибудь в таком стиле. То есть, не знаю. То есть, я раскаялся за такие прегрешения. Я, конечно, есть проблематика, с которой я борюсь каждый день. То есть, нелюбовь какая-то к людям и прочее. Но я как бы принимаю это и борюсь всегда с этим. Хорошо, что ты это понимаешь. Как ты думаешь, каких рубрик нам не хватает? Я сейчас запишу и скажу тебе, какие мы придумали. Давай. Три вопросы. Две правды, одна ложь. Мы ее пока не будем. Полезная правда или действие? Да, вообще супер. Загадай-ка на лоб. Старо. Придумайте христианскую пикап-фразу. Огонь. Церковный лайфхак. Например. Например, если захотел... Как поспать на собрании? Ну да, типа того, да. Вот так, типа того. Да, прикольненько. Давай, что тебе из этих рубрик пока больше всего? Есть еще дальше? Жесткая история, вопрос, не имеющий для тебя ответа. Песни оперным голосом. Викторина. Давай, знаешь, как викторину с призами делай. То есть, пусть у народа будет баллы, и они в конце будут выбирать, что они хотят на заработанные баллы. Еще классная рубрика «Позвони своему лидеру». Класс. Супер. И задай им какой-нибудь каверзный вопросик. Что ты хочешь сейчас исполнить из этих рубрик? У нас осталось еще чуть-чуть времени. Да? Давай, где, что там, два ложь, один правда? Давай. Рубрика «Две правды, одна ложь». Это единственная программа, в которой ты можешь соврать. Точнее, единственный раз в твоей жизни. Давай. Ты должен будешь назвать два правдивых факта из твоей жизни. И одну ложь, но они все должны быть настолько дикими все, чтобы я должен не угадать, где ложь. И я, наверное, в свою очередь сделаю так. Давай. Я ем детей. Камон. С правдой посложнее. Ну, давай. Мне кажется, что ты чуть-чуть не понял смысл. Нет, смотри, я придумаю три факта из своей жизни. Два из них правда, один ложь. Они все должны быть дикие. Просто я не могу придумать правдивых, диких факторов из своей жизни. Только я должен не угадать, типа, где ложь. А я думаю, что я угадаю, где ложь. А это был специальный, Никита. Давай, так. Ты придумаешь про себя, а я тебе отвечу. Давай. Меня большую часть моей жизни назвали черненьким. Я выкуривал по пачке сигарет в неделю. И меня как-то выставила бабушка голым из дома. Полностью голым. А первый какой был? Меня большую часть жизни называли черненьким. Негром даже. Давай так. Это правда? Сигареты? Ну, пусть будет неправда и третья правда. Ну, ладно. Ты хорош. Все так? Молодец. Да. Хорошо. Ты знаешь меня лучше, чем вот эта камера. Хорошо. Давай, нам нужно еще с тобой дать совет гражданам Российской Федерации. Так, смотри. Родители были, дети были. Кому сейчас дадим? Я думаю, каждому. Самое главное, что ты можешь принести вообще в жизнь человека из твоего опыта. Дадим совет, как людям ближе познакомиться за Господом. Если вы недавно в церкви, то с удовольствием ждем вас на инкаунтерах. Супер. Влад, спасибо тебе большое. Если ты ДВР, напиши нам. Мы будем ждать твоего свидетельства, твоего рассказа. Влад будет ждать тебя, чтобы дать тебе пятюню. Ну, а я в свою очередь хочу попрощаться с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин